Как делали винтовки Г3? Знаете ли вы старую шутку? Инструктор спрашивает, на сколько частей можно разобрать винтовку Г3? Ответ далее на кадрах, где эти части швыряют. Хм, это всё? А, вот и это ещё, да? А знали ли вы, что винтовка Г3 на самом деле содержит 200 частей и деталей, которые собираются вместе в Оберндорфе Амнеккер? Продолжение следует... Продолжение следует... Сотни операций нужны для того, чтобы изготовить все, даже самые мелкие детали. От ударника до мушки, от спускового механизма до целика. Это ствольная коробка, ложе и магазин на разных технологических стадиях. Здесь также изготавливают детали из прочного пластика. Это приклад, пистолетная рукоятка и цевьё. Эта незатейливая машина складывает пружину для магазина. А эта винтовая пружина нужна для тыльника. Она отвечает за возврат затвора после выстрела. Эти стальные штанги – заготовки для винтовочных стволов, которые они превращаются после множества сложных операций. Сверлильный станок с длинным сверлом выбирает металл. Затем следует прокатка. Ловко настроенные инструменты станка автоматически направляют будущий ствол на очередную обработку внешней поверхности. Затем следует внутренняя обработка – высокоточная шлифовка. А этот роботизированный комплекс обладает точностью сверления в пределах до 0,004 мм. Как известно, ствол имеет 4 поля нарезов и 4 грани, которые придают пули, выпущенные из Г3, точность и скорость. В ствол вставляют дурн с обратным профилем. И все это вместе попадает в пресс, который быстрыми движениями выковывает дурном поля нарезов внутри заготовки. Снаружи пресс автоматически двигается по заготовке. И так получается готовый ствол. На каждой стадии производства все детали подвергаются строгой поверке специальными измерительными приборами. Так проверяется качество материалов и точность изготовления. После операций, проведенных роботизированными станками, детали попадают в руки работников сборочного цеха. Здесь, в отделе сборки, работницы с умело поставленными навыками вручную собирают вместе 22 детали. В результате получается пистолетная рукоятка в сборе с ударно-спусковым механизмом. К готовому прикладу необходимо прикрепить 35 различных деталей. А затвор, наоборот, состоит всего из 6 частей. На этой стадии уже происходит финальная сборка. Ствол и ствольная коробка до этого момента еще без защитного покрытия и имеют блестящие металлические поверхности. Эта машина запрессовывает фиксирующий элемент на конец ствола. Они не соединяются накрепко. Их можно разобрать. Затем ствольная коробка приваривается к стволу. Газовая камера также фиксируется. В последнюю операцию на ствол прикрепляется держатель мушки и газовая камера для работы автоматики. Ствол и ствольная коробка вместе с остальными деталями соединяются, и это все опускается в различные емкости, где последовательно при помощи фосфатирования металл приобретает антикоррозионные свойства. Наконец, на ствол накручивается дольный тормоз. В винтовку вставляют затвор, ставят цевьё и приторачивают ремень для переноски. Из примерно 200 деталей состоит автоматическая винтовка Г-3. В цехе точной проверки совершают проверочную стрельбу и выставляют целик и мушку. На станке винтовку закрепляют и совершают последовательно 5 выстрелов по мишени на расстоянии 100 метров. Все пули должны попасть в круг диаметром 10 сантиметров. Последнее, что делается, упаковка по 5 штук в одной картонной коробке, и винтовки отправляются на службу.